Мы говорили, так сказать, в первой части, вот на открытии нашего форума, уже как бы мы начали говорить на тему восстановления русских культурных кодов. И сегодня мы говорим уже о той стратегии, которая в действительности уже существует. Я об этом, конечно же, сегодня расскажу. То есть мы, конечно, можем изобретать велосипед. И, наверное, даже хорошо, если мы своим, так сказать, эмпирическим путём придём к этим умозаключениям. Но также я, естественно, в заключении нашего форума расскажу вам о том, что этот велосипед уже изобретён. Мы говорили позавчера о том, что же происходило в XX веке в Америке, в западных странах, в Западной Европе. Почему это происходило? Кто был инициатором происходящих явлений? И сегодня я бы хотела и происходящему на Западе, и тому, что будет происходить у нас сегодня, придать немножечко такую научную окраску для того, чтобы мы с вами всё-таки не путались в терминологии. Это очень важно, чтобы нам быть политически грамотными людьми. В прошлый раз мы разбирали голливудский кинематограф, давший развитие и оказавший влияние на кинематограф всех стран Западной Европы. Он создавался представителями не государства, а транснациональной корпорации. Это я вот напоминаю, о чём мы разговаривали. То есть, точнее сказать, представителями надгосударственной мировой элиты и в своей основе имел либеральные ценности. Что такое либерализм? Давайте мы дадим чёткое понимание этой идеологии. Потому что очень много в последнее время у нас вопросов. Ой, а почему у нас вот это показывают? А как это можно вот это? А почему такое у нас образование и так далее? Раз мы тоже 30 лет живём при либерализме, всё абсолютно в законных основаниях. Поэтому дадим определение либерализму. Либерализм, идеология основана на принципах свободы личности. И такой лозунг можно сказать. Не мешайте, уступите мне дорогу. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот я поступила в Щукинское училище, по-моему, в 1992 году. И тогда был ректором Владимир Абрамович Этуш. И он нам постоянно говорил эту фразу. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Уже тогда наше искусство уже начало создаваться. Вот это новое либеральное искусство по принципам чуждым. Тем принципам, которые были в Советском Союзе. То есть, как идеология, в основе которой лежит свобода, либерализм всегда имеет ограничения и обычно выступает против государства. Почему? Потому что для либерализма коллектив не значит ничего. Важно, что хочет индивид. Культивируется эгоизм, эгоцентризм. Поэтому рыночные ценности, рынок — это хорошо. Поэтому лозунг «Человек человеку — волк». То есть, мы можем сказать, что это атомарный мир. Классический либерализм заменяет государство рынком, который должен определять стоимость вещей. Отсюда идёт искажение общественной морали. Потому что у каждого же есть своя личная мораль. Индивидуальность превыше всего. Индивидуальность выше коллектива. Получается, что интересы индивиду — значит всё, интересы коллектива — ничего. Отсюда у нас происходит вот это определение толерантности. Зачем она нам нужна? А нужно быть толерантным. То есть, если ты видишь гей-парад, эти люди имеют на это право. И если я не хочу смотреть на этот парад, то называется, читай пункт первый. Если кто-то хочет ходить топлес или даже вообще голышом и кричать свои лозунги, он имеет на это право. И это подкреплено государственной идеологией. То есть, мы как бы можем и не возмущаться. Мы, конечно, возмущаемся, но как бы мы не правы, а они правы, говоря простым языком. Свобода в идеологии либерализма превращается во вседозволенность. Рождается моральный плюрализм. У каждого может быть своё мнение, и он имеет на это право. Мораль превращается в распущенность, в развязанность, и, соответственно, культура народа становится пошлой. И таким образом искусство должно потрясать. Я уже много раз говорила в своих выступлениях, что вот этот лозунг 30 лет назад в России тоже подхватили наши художники и стали кричать о том, что искусство должно потрясать. Это... Теперь мы понимаем, откуда это взялось. Таким образом, либерализм культивирует низменности, которые рынок очень быстро подхватывает и капитализирует. Вчера ты был полустудентом, а сегодня ты уже миллионером. Ты крутой. Ты живёшь в ногу со временем. После позорного проигрыша в холодной войне с Америкой из-за предательства Горбачёва, как мы все знаем, СССР был разрушен, и возникла новая Ельцинская прозападная конституция. А наша страна не только значительно уменьшилась в размерах, став одинокой Российской Федерацией, она потеряла свой суверенитет. Следовательно, поменялась государственная идеология и внутренняя культурная политика. С начала 90-х годов и уже 30 лет наша культура заточена под интересы правящих транснациональных корпораций. Не стала воспитывать не человека-творца, как раньше, а квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатом творчества других. Это была цитата бывшего министра образования и науки Андрея Фурсенко. То есть, когда мы ругаем нашего бывшего министра Андрея Фурсенко, мы как бы опять неправы, потому что он действовал в духе той идеологии, которая у нас стала нам навязываться с начала 90-х годов. Человек должен квалифицированно разбираться в сорта гамбургера и прочей попсовой дряни во всех сферах жизни. Пришедший на смену Фурсенко Ливанов продолжил. Он был министром образования и науки с 2012 по 2016 год. Он говорил, готовить нужно не разработчиков технологий, а специалистов, которые могут адаптировать заимствованные технологии. И мы все знаем, да, до какой степени было разрушено производство в нашей стране. Настоящих выдающихся ученых переманили на Запад, остальных помножили на ноль. На задворки ушла великая литература, великий советский кинематограф, великая советская мультипликация и великое советское телевидение, целью которых было прежде всего воспитание в людях силы духа, доброты, чести, справедливости, а не развлечения зрителей. О школьной учебнике переписали посланцы фондов Сороса. Стало модным обливать грязью доброе советское прошлое, из обиходок как-то сами собой исчезли русские народные сказки, пословицы, поговорки, и все русское стало вдруг нелепым, смешным. Богатырский меч-кладенец сменили на меч джедая. Научную фантастику, на которой выросли поколения советских научных и культурных деятелей, сменили на фэнтези, где главные герои – никто без помощи магических сил, да и действия в мире фэнтези происходят уже в прошлом, ибо для образов будущего стали создавать фильмы ужасов, фильмы-катастрофы, фильмы про роботов, которые обязательно должны заменить людей, таких несовершенных, слабых и глупых. Мы в прошлый раз говорили о трансгуманизме. Сегодня я опущу эту тему, но, обращаясь вот к прошлой лекции, мы понимаем, да, откуда это идет. И вуаля! Сегодня мы уже имеем дело, не только на Западе, но и у нас в России, с поколением совершенно инфантильных людей, не умеющих читать книги, не умеющих размышлять и простраивать свою жизнь хотя бы на шаг вперед. Народ превратился в толпу или пипл, который хавает, ибо его интересы уже не поднимаются выше пояса, и думают они не головой, а туловищем. Во всех средствах массовой информации стали делать акценты не на искусство, которое дает артист, которое создает артист, а на его частную жизнь. Началось формирование ломов, лидеров общественного мнения из самых скандальных личностей. Обратите внимание, почему это опять-таки у нас происходило, да, все было на наших глазах. Когда ты даешь интервью, хочешь рассказать о замысле того, что ты делаешь, а тебе бесконечно задают совершенно другие вопросы. А куда вы поедете в отпуск? А за сколько вы это купили? А где учатся ваши дети? То есть любые вопросы, не относящиеся к сфере твоей деятельности. Конечно же, нужно отдельно отметить деятелей культуры и литературы, потому что ведь это их задача формировать культуру, общество, вот эти нравственные ценности. Если мы говорим про актеров, вот вчера я как-то более подробно говорила на этом, на мастер-классе по системе Станиславского, если задача актера выразить в нужную секунду нужную эмоцию, а степень талантливости определяется степенью погружения в предлагаемые обстоятельства, а вот теперь представьте, если из программы обучения школы-вузов убрали воспитательную составляющую, оставив лишь ремесленную, то сегодня мы это видим сами. Наши актеры, режиссеры, драматурги не ведают, что творят, когда создают энергоразрушающие образы в своих картинах, скульптурах, фильмах, спектаклях. И мы в этом убедились позавчера, когда были на спектакле. То есть создатели этого спектакля не поняли, что они сделали и в чем они неправы. Они искренне этого не поняли. Получается таким образом, что чем талантливее художники создают свои произведения, не понимая, в каких они категориях мыслят, тем больше урон наносит своим же зрителям. Ведь последние всегда себя ассоциируют с яркими образами героев, литературных героев, фильмов, спектаклей, потому что так устроена человеческая психология. Люди, как дети, учатся через подражание, а не через поучание. Подражание тем образом, который они видят. Социумом, миром всегда правили и правят образы, знаки, символы, безусловно, тоже, но применительно к исполнителям, конечно же, образы, которые они создают. После просмотра советского фильма «Сельская учительница» сферы Морецкой в главной роли резко возрос конкурс в педагогические вузы. Это один из многочисленных, из миллионов примеров, как формировался жизненный путь молодых людей в советское время. На наших глазах сегодня уже давно и самым наглым, и бесчеловечным образом произошла перестройка сознания наших детей, которые сегодня имеют совершенно другие ценности, отличные от высоких нравственных ценностей, на которых воспитывались мы, их родители, их бабушки и дедушки. И практически в каждой семье сегодня есть конфликты отцов и детей, и это уже не тургеневские конфликты. Сегодня западный мир переживает великую перезагрузку, идеи которой озвучил Клаус Шваб. Клаус Шваб, позавчера мы говорили о том, с чего это все начиналось, с Солдоса Хаксли. В двух словах эта великая перезагрузка для западного мира, сегодня же можем сказать, почему это не для нас, а для западного мира, заключается в идее сокращения населения. Для этого достаточно всего лишь перечислить все порождения эпохи либерализма. Это ЛГБТ, БДСМ, фри-чайлд, свободы от детей, трансгендеры. Кто бенефициары вот этой рекламы трансгендеров? Фарм корпорации, потому что человек, изменивший свой пол, будет всегда платить фарме. Феминизм. Кто бенефициары, кто выгодоприобретатели? Налоговая инспекция, потому что женщина, как вторая половина населения, тоже облагается налогами. Все очень просто. Наркомания. Понятно, да? Алкоголизм, сексизм. Почему сексизм? Тоже все очень просто. Если я говорю, что я женщина, я крутая, и я тоже имею право на все, и мне не важен коллектив, мне не важна семья, мое тело, мое дело, хочу рожаю, хочу не рожаю. Что мы понимаем? Мы понимаем, что разрушается последний рубеж, семья. То есть все делается для того, чтобы это, да, технологии, разработанные, очень правильно разработанные, очень хитро разработанные, технологии по атомизации общества, по расчленению общества на отдельные индивиды, которые имеют право на все. Дальше. Химическая фармакология, удобрения, фимическая фармакология и удобрения тоже, да, химические. Мы знаем, да, о том, что компания «Монсанто» была куплена компанией «Байер», большим производителем лекарственных препаратов. То есть мы сегодня в большинстве своем приобретаем уже овощи и фрукты, высаженные из семян однолетних растений. Вы слышали наверняка, что на Западе идет запрет на сельское наведение своего приусадебного хозяйства. То есть нельзя выращивать овощи даже у себя на подоконнике. И они говорят, что они это делают из благих побуждений. Вдруг вы себя отравите. Вы такие тупые, что вы что-нибудь неправильно сделаете и отравитесь. А мы вот за вас переживаем. Поэтому, пожалуйста, покупайте наши однолетние растения и в результате их употребления вы будете потенциально страдать бесплодием и пользоваться нашими фармпрепаратами. И нам будет от этого хорошо. Еда, выращенная на антибиотиках, да, если мы говорим про белковые продукты, мясо, рыба, молоко, да, соответственно. Лживые пандемии, экспериментальные прививки, наконец, провоцирование военных конфликтов. Все это технологии для сокращения численности населения. И сегодня это для нас, как я уже сказала, не актуально. Мы сегодня переживаем очень важный этап. США, которые были построены по принципу демократии как режима и либерализма как идеологии, где главенствовал моральный плюрализм, сегодня разрушаются. Поэтому у нас началась своя перезагрузка полным ходом. Уже отчетливо мы видим, как снизу меняется наше общество. И вот форум Левадия тому ярчайший пример. На первый план сегодня в России снова выходит наши традиционные ценности, крепкая семья, союз мужчин и женщин, достойная жизнь для детей, хорошее образование, хорошая медицина. И это все очень близко нам, людям, жившим в СССР. А мы жили при идеологии социализма, где все это было. А также по совершенно иным идеологическим параметрам развивалось искусство. И возникала культура, которая возвышала человека, стремилась преображать его, а не потрясать, как при рыночной экономике. Потому что изначально понятия свободы нормативно регулировались. Свобода не превращалась во вседозволенность. И происходило это воспитание, начиная с детского сада, со стихотворения Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Вы же помните прекрасно, в детских садах нас учили экономить электроэнергию, закрывать краны, экономить воду, помогать бабушкам и дедушкам подносить им тяжелые сумки, не перебивать старших, не шуметь и так далее. Это все просто для нас было как воздух, для нас это было естественно. И мы знаем, что уже несколько десятилетий, уже два поколения вся воспитательная составляющая вычеркнута полностью из образовательного процесса. И до сих пор очень многие родители этого не понимают. Я это знаю, потому что у меня есть дети, и я принимала всегда активное участие в их школьной жизни, и разговаривая с родителем, я просто понимала, что они не осознают этого, что воспитание сегодня может происходить только дома. А они по-прежнему живут по своим принципам, по принципам, которые были в их детстве. Они приходили в школу, им там все это рассказывали. Они думают, что сегодняшним детям это тоже рассказывают, они вот такие неслухи, а им никто не рассказывает. То есть в Советском Союзе нет и не могло быть понятия морального плюрализма, потому что в Советском Союзе у нас были превыше всего интересы коллектива, а не индивида. и мы никому и в голову не пришлось делать что-то такое, что было бы другому неприятно. Потому что мы изначально были воспитаны иначе. То есть ты должен был действовать так, чтобы не оскорбить чувства другого человека, не нарушить воли другого человека, быть всегда в таких добрососедских отношениях со всеми окружающими тебя людьми. Это было вот с молоком матери у нас всегда. Вот сейчас я предлагаю провести параллели с американским кинематографом. Я говорила на прошлой лекции, что мы обязательно это сделаем. Просто это очень наглядно, потому что кино является важнейшим из киноискусств, и поэтому это будет проще сделать. Важно отметить, что кинематограф Советского Союза кардинально отличался от западного прежде всего разностью государственных идеологий, потому что культура, культурные ценности всегда формируются именно принятой идеологией и являются прямым ее отражением. Советский кинематограф всегда опирался на традиционные духовно-нравственные ценности, на задачи народосбережения и понимания того, что цитата «Искусство это не зеркало, отражающее нашу реальность, а молот ее формирующей». Вот у нас на форуме не первый раз и вчера тоже руководитель театра вот эти вопросы возникают. Когда мы делаем какие-то с нашей точки зрения чернушные спектакли, мы имеем на это право, а почему, а разве в жизни происходит что-то иначе? Вы тогда не решаете задачи искусства, потому что сегодня задача искусства не отражать неверную, неправильную, деструктивную реальность, а формировать новую, прекрасную. Эту цитату сказал Бертольд Брект. Советский кинематограф ставил своей задачей преображение общества, ибо СССР это суверенное государство, четко обозначенное государственной политикой, направленное на процветание своих граждан. И здесь можно вспомнить еще одну цитату, на этот раз Сталина. Если ты хочешь сделать передовой свою страну в смысле поднятия ее государственности, подымай грамотность населения, подымай культуру своей страны, а остальное приложится. И здесь я предлагаю нам сейчас перейти к научному понятию идеологии консерватизма, который сегодня для нас все более становится привлекательным, приемлемым и легитимным, то есть общественно признанным. То есть это не то, что нам навязывается сверху, а то, к чему мы сами стремимся вот внутри любой здравомыслящий человек стремится к тому, что с собой транслирует идеология консерватизма. Консерватизм, да, это сохраняю, в переводе означает закрытость, основана на достижениях предков. При консерватизме равенство возможно перед законом, перед короной, то есть перед правительством, перед моралью. То есть перед моралью общества равны все. Никому недопустимо делать свои интересы как индивида выше другого. Не важно какой ты начальник или не начальник. Ты не имеешь на это права. Ценностное понимание семьи. Справедливость выстраивается на коллективном благе. и очень важна роль государства. Консерватизм продвигает идею справедливости благодаря традициям предков. И таким образом отрезаются и становятся ненужными все атомизированные проявления. комфортно мне тогда, когда комфортно моему соседу. И очень важным для всех нас становится умение привносить в свою жизнь, в жизни общества добродетели. Взросление превращается в получение знаний, в получение навыков, в получение опыта, а не желание истребление заработать побольше денег. Потому что такой человек будет неинтересен, если ты доставишь интересы своего кошелька выше интересов общества. И наоборот, человек, с которым есть о чем поговорить, становится ценным. Консерватизм запрещает то, что мешает моральному климату общества. и наш президент должен сегодня являться для нас главным примером служения интересам своего народа. И в общем-то это очень не случайно. Я сказала сейчас эту фразу, потому что он это преображение начал очень давно. в начале 12 июня он очень часто говорил фразу «Россия очень нуждается в обретении суверенитета». Тогда этого никто не понимал. Сегодня на Петербургском экономическом форуме он ясно дал понять Россия обрела свой суверенитет. Народ опять ничего не понял. Народ не успевает за своим президентом, не успевает трактовать его действия, не успевает подхватывать. Ребята, нам нужно торопиться, мы очень опаздываем. Президент уже вон туда ушел, а мы а чего мы еще чешем в затылке. Объясню почему. Специальная военная операция началась не 24 февраля 22 года. Владимир Владимирович Путин задолго еще до начала специальной военной операции предупреждал нас всех о будущих переменах, включая олигархов. Помните фразу «Замучайтесь пыль глотать». Кто его услышал? Слышали все, услышали единицы. Для нас, для людей, осознающих происходящее и желающих счастливой жизни своим детям, еще год назад, почти год назад, 2 июля 2021 года, он учредил новую стратегию национальной безопасности. Кто ее читал? Раз, два, три, четыре. А это наш просвещенный форум. Что же говорить про остальных людей? Сейчас я буду зачитывать какие-то пункты этой стратегии, не говоря вам, что это пункты стратегии, просто чтобы вы поняли, насколько она вообще написана таким очень человеческим языком и очень многие вещи объясняющие. Современный мир переживает период трансформации. Увеличение количества центров мирового экономического и политического развития, укрепление позиций новоглобальных и региональных стран-лидеров приводят к изменению структуры мирового порядка, формированию новых архитектуры, правил и принципов мироустройства. То есть это то, о чем мы говорили. Западный мир идет своим путем, а у нас свой, меняется полностью архитектура международных отношений. Но стремление стран Запада сохранить свою гегемонию, кризис современных моделей и инструментов экономического развития, усиление диспропорций в развитии государств, повышение уровня социального неравенства, стремление транснациональной корпорации ограничить роль государств, сопровождаются обострения внутриполитических проблем, усилением межгосударственных противоречий, ослаблением влияния международных институтов и снижением эффективности системы глобальной безопасности. Все это мы видим. Все более разрушительным воздействием подвергаются базовые моральные и культурные нормы, религиозные устои, институт брака, семейные ценности, абсолютизируется свобода личности, осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности, эгоизма, наслаждается культ насилия, потребления, наслаждения, легализуется употребление наркотиков, формируется сообщество, отрицающее естественное продолжение жизни. Вы знаете, что на сегодняшний день Украина и Россия являются странами номер один по сурмату, суррогатному материнству. Уже наши женщины не видят ничего страшного в ЭКО, в детях из пробирки. Это все инструменты расчеловечивающие. Мы сегодня не будем, конечно же, касаться генной инженерии, для такой лекции должен быть приглашен другой специалист, но мы знаем, мы понимаем это, мы слышим это, что это происходит. Традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются активным нападкам со стороны США и их союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, иностранных, некоммерческих, неправительственных, религиозных, экстремистских и террористических организаций. Они оказывают информационно-психологическое воздействие на индивидуальное, групповое и общественное сознание путем распространения социальных и моральных установок, противоречащих традициям, убеждениям и верованиям народов Российской Федерации. Вот эта так называемая мягкая сила, конечно же, пышным цветом развела с начала 90-х годов и, в общем-то, руководил закадрово все эти, вот эти, Сорос, он как раз и формировал вот эту мягкую силу. Это то, что сегодня мы наблюдаем, к примеру, проявления ювенальной юстиции. На прошлой Леваде я вам рассказывала о том, что нам необходимо отбить закон о семейно-бытовом насилии, потому что он в действительности несет за собой совершенно другое, не то, что транслируют, но по-прежнему большинство людей его не читают, не понимают, что там написано. И несмотря на то, что он как бы сегодня вышел из информационного поля, но работа над ним, к сожалению, пока не остановилась. По-прежнему ювенальщики действуют в нашей стране, по-прежнему они разрушают семьи, и, может быть, многие из вас слышали о том процессе, который, допустим, я сегодня поддерживаю, когда многодетного отца шестерых детей настоящего патриота сегодня по ложному обвинению держат в СИЗО и сделали все это ювенальщики, которым сегодня дорога открыта. К сожалению, пока это так. Мы пока еще, так сказать, в этом не преуспели. Нужно торопиться выходить из этого проекта. То есть вот этот проект ювенальной юстиции, который был в скандинавских странах, то есть Канаде, Финляндии, и мы его взяли себе тоже, потому что вот сегодня как можно быстрее нам нужно выйти из этого проекта. Информационно-психологические диверсии и вестернизация культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерации своего культурного суверенитета. Участились попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти. Сколько у нас вышло в последнее время якобы исторических фильмов типа Зоя, Девятаев? Позорище, позорище, искажающие исторические факты. Их категорически, эти фильмы категорически нельзя смотреть нашим детям. Разжигание межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Сколько в Москве происходило в последнее время драк на национальной почве? Огромное количество. Кто за этим стоит? Ослабление государства образующего народа. То, что мы сегодня наблюдаем, когда руками славянского населения уничтожается славянское население. Но здесь необходимо очень важно отметить. Не мы это начали. Не мы. Не мы свернули мозг тем людям, которые, наширявшись, проводят оккультистские практики и после этого идут уничтожать своих братьев. Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечат формирование справедливого общества и процветания России. Это как раз строчка из национальной стратегии. То есть гармоничное сочетание и сильной державы, и благополучия человека. Какие прекрасные слова. Народ является носителем суверенитета Российской Федерации и ее главным достоянием. Российские духовно-нравственные идеалы и культурно-исторические ценности, талант народа лежат в основе государственности и является фундаментом для дальнейшего развития страны. Талант народа является фундаментом для дальнейшего развития страны. И в данном случае киноиндустрии, как один из инструментов социального инжиниринга, заслуживает нашего пристального внимания с точки зрения производимой продукции и ее трансляции в кинопрокате. Какое огромное количество сегодня мы имеем онлайн кинотеатров, просто кинотеатров, какое они сегодня для нас имеют большое значение. И с приходом санкций что мы обнаружили? А мы обнаружили, что сегодня наши кинотеатры практически находятся на стадии закрытия, потому что доля транслируемых в наших кинотеатрах фильмов составляла более 60, почти 70 процентов западной продукции. То есть только сейчас мы осознали, что 70 процентов вот этих визуальных образов работали против государственности нашей страны. И первыми стали звонить как вы думаете кто? Владельцы торговых центров. Потому что у них вдруг исчезли продажи. И стали расследовать почему, что случилось? Потому что какие-то компании ушли нет. А потому что основным сегодня двигателем продаж является наличие в торговом центре кинотеатра. Ребенок пошел смотреть кино, папа пошел в бар, мама пошла покупать губную помаду. Все, все предели. Если нет кинотеатра, детей пристроить некуда, дети в магазин скучно и так далее. то есть сегодня импортозамещению кинопродукции подлежит 60% фильмов. Огромная цифра. А чем мы его будем замещать? А где эти художники, которые будут производить эти 60%? Это огромнейшие, во-первых, деньги. Но самое главное, эти люди, где они, которые понимают, какие сегодня нужны фильмы. Очень большой вопрос, учитывая, что в конце 2021 года Министерство культуры отказалось обсуждать в общественном поле проект указа президента об утверждении духовно-нравственных ценностей. я чуть позже скажу, я вернусь к этому, но это очень важный звонок. Опять, вот мы вчера тоже говорили, мы живем в то время, когда все проявляется. Они проявились, и мы теперь знаем, в каком они окопе. И их подавляющее большинство сегодня. К сожалению, сегодня западная кинопродукция, анимация, занимающая последнее время лидирующую позицию, а это я прочитала, да, более 60% транслируемых ранее транслируемых фильмов в нашей стране можно смело характеризовать как чуждый нашему менталитету и вредящий формированию национального самосознания. Вот пройдусь по трём жанрам, просто вот таким самым ярким. Вот зачем нам хоррор? А доля его в прокате была огромной. Давайте мы заменим хоррор на социально значимые фильмы наконец-то, на семейное кино, воспевающими общечеловеческие ценности, жизнь, достоинства, права и свобода человека, патриотизм, гражданство, служение Отечеству и ответственность за его судьбу и высокие нравственные идеалы. То есть воспевающие крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение и отстаивающим историческую память и преемственность поколения единства народов России. Это то, что написано в новой стратегии. То есть все эти деньги, которые были потрачены нами на производство хоррора, вот давайте влагой русло. Следующий жанр, который нам активно навязывался Западом – триллеры. Зачем нам триллеры? Но вот смысла в них нет никакого. Пощекотать нервы? Лучше, пойди, построй завод. Отлично пощекотишь себе нервы. Прям просто супер. Мало не покажется. Триллеры можно заместить детско-юношескими фильмами, помогающими подрастающему поколению найти свое место в современном мире, ориентирующих на создание семьи, стремлении к получению качественных знаний, нравственному служению обществу, воспевающих высокие нравственные идеалы, а не удовлетворение половых инстинктов, причем зачастую в извращенной форме. В 60-е годы, как мы говорили на прошлой лекции, одной из задач западных социальных институтов была задача понизить порог допустимой эмоционально-психологической чувствительности к трансляциям ужасов, убийств и извращений. Вот эти так называемые окна дискурса овертона были запущены и процветают до сих пор. Наша задача сегодня закрыть эти окна овертона, прекратить наконец кошмарить общество, если мы не хотим получить такой же уровень социальной агрессии, какой сегодня есть на Западе, вспомним многочисленные школьные расстрелы. Откуда дети это все черпают? Из того, что они видят, на чем они воспитываются. И третий жанр, который нам вообще не нужен от слова совсем. Фэнтези. Вот в фэнтези, когда я говорю об этом, всегда возникает очень бурное обсуждение. Ну как же Гарри Поттер, это круто! А Властелин колец, как это? Почему? А вот Аватар, это хорошо! Фэнтези. Я предлагаю заместить научной фантастикой, побуждающей молодых людей развивать свое воображение в области научных достижений. Вспомним, как много дали нашим научным и культурным деятелям произведения братьев Стругацких или творчества Ивана Антоновича Ефремова. Нам нужно сейчас думать о преображении нашего будущего, а не упиваться магическими ритуалами в фэнтези, которые всегда обращены в прошлое. Нам нужно думать о будущем. Далее. Начав специальную военную операцию, наш президент автоматически выразил отказ от дивного нового мира Клауса Шваба, а значит наша сегодня с вами главная цель обретения государственного суверенитета. Наш президент уже об этом сказал, но нам нужно это подтверждать своими действиями и не сидя на диване, а конкретными действиями. Конечно же нам нужно сделать всю возможность, чтобы как можно скорее выйти из состава Всемирной Азиации Здравоохранения. Об этом уже говорено много. Значит нужно писать в инстанции, нужно требовать это. Воля народа сегодня является важной, самой важной для формирования нашего будущего. Почему мы сидим на диване? Есть петиции, можно их подписать, можно просто писать письма. Сегодня необходимо действовать, а не просто разговаривать. Я давно говорила о том, что нам необходимо выйти, не принимать участие в Евровидении. Аллилуйя. Они сами от нас отказались. Отлично. Большое им за это спасибо. Но вот теперь нам необходимо отказаться от участия в премии Оскар с его новыми правилами толерантности. Если кто их не изучал, изучите. Атас полный. Если мы не хотим перепрыгнуть в пошлости и бездравственности Запад, если мы не хотим получить приз за самый крутой, деструктивный аудио-визуальный продукт, то есть если мы не хотим переплюнуть в пошлости Запад, то зачем нам этот Оскар? Значит, нужно делать свои кинопремии, потому что сегодня наши пути диаметрально противоположны. Да, всем актерам, режиссерам и так далее, всем деятелям хочется получить Оскара, научным деятелям хочется получить Нобелевскую премию, но сегодня мы видим, что у нас очень разные цели, и те критерии, по которым будут оцениваться эти продукты, лежат, находятся в противоречии с нашим путем, по которому мы уже сегодня определились, по которому мы идем уже. Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся на протяжении столетий отечественной истории, духовно-нравственной и культурно-исторической ценности, нормы морали и нравственности в качестве основы российского общества, которое позволяет сохранять и укреплять суверенитет Российской Федерации, строить будущее и достигать новых высот в развитии общества и личности. К традиционным российско-духовно-нравственным ценностям относятся прежде всего жизнь, достоинство, права и свобода человека, патриотизм, гражданство, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовно-натериальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память принца из поколений, единства народов России. Традиционные российско-духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну. И защита этих ценностей предлагается обеспечивать путем решения следующих задач, к которым мы все с вами должны подключиться. Мы должны противодействовать фальсификации истории. Не молчать, если мы увидели какую-то историческую неправду в фильме, в книге, в интервью, высказывать. Не молчать. Объяснять подрастающим поколениям, что это правда. А для того, чтобы это понимать, необходимо самим повышать свою грамотность, как нам, собственно, Сталин и говорил. Повышайте свою грамотность. Укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, преемственности поколения россиян. То есть стоять на страже семьи и не допускать влияния тех идеологов, которые по-прежнему вещают. Вот тех западных психологов, которые сегодня особенно в ютюбе расплодились как грибы после дождя. реализация государственной информационной политики направленной на усиление в массовом сознании роли традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, непринятия гражданами навязываемых извне деструктивных и действий стереотипов и моделей поведения. То есть мы же понимаем, какую мы хотим построить модель поведения. Значит, толерантность это то понятие, которое мы сегодня должны забыть и уничтожить в нашем сознании. Нам это не нужно. Толерантность означает смерть. Термин взят из трансплантологии. Означает неспособность органов бороться и сопротивляться. Полная толерантность означает смерть. Далее. Развитие системы образования, обучения и воспитания как основы формирования развитой и социально-ответственной личности, стремящейся к духовному, нравственному, интеллектуальному, физическому совершенству. Поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и культуры народов Российской Федерации. Ну, в этом смысле форум Левадия тут, конечно, абсолютно идет в духе стратегии. Укрепление культурного суверенитета Российской Федерации и сохранение ее единого культурного пространства. Здесь, конечно, хотелось бы поговорить о русском языке, но уже, я так понимаю, времени не очень много остается. Далее. Сохранение материального и нематериального культурного наследия российского народа, популяризация достижений российской науки и техники, литературы, художественной культуры, музыки и спорта, в том числе путем доработки учебных программ образовательных организаций. На форуме присутствуют представители образовательных учреждений, и вот они говорят, как они преобразовывают. Да, необходимо подключать родительское сообщество, объяснять, нести вот эту просветительскую работу, зачем же нам нужны сегодня те или иные изменения. Если мы не подключим родительское сообщество, ничего не получится. Мы тогда не поборем тех начальников, которые стоят сегодня на руководящих постах во всех учебных заведениях. Только родительские сообщества способны переломить ситуацию. В данном случае телеграмм в помощь. Есть группы активного консервативного родительского сообщества. Подключаться к ним, действовать вместе, сообща, общаться в комментариях. Это, пожалуйста, сегодня у нас есть эта возможность. Мы живем во время информационных технологий, и поэтому нужно действовать, инструменты есть. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан на исторических и современных примерах, развитие коллективных начала российского общества, поддержка социально значимых инициатив, в том числе благотворительных проектов добровольческого движения. Тут, конечно, требует тоже оговориться о том добровольческом движении, которое сегодня существует, помогая нашим воинам и беженцам. Это действительно потрясающие вещи, то есть насколько люди сегодня сплачиваются вот в этом. Это вот очень важно. Формирование государственного заказа на проведение научных исследований, публикацию научно-популярных материалов, создание произведения литературы и искусства, кинематографической, театральной, телевизионной, видео и интернет продукции, оказание услуг, направленных на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и культуры, защитой исторической правды, сохранение исторической памяти, а также обеспечение контроля качества выполнения этого государственного заказа. То есть сегодня, пожалуйста, всему блогерскому сообществу флаг в руки, вот есть стратегия, на основании тезисов этой стратегии формируйте свой контент, создавайте ролики. И вот сегодня моя особая симпатия и благодарность Дмитрию Раевскому каналу «Научи хорошему», есть движение общественное «Общее дело» и так далее. Сегодня мы с вами наверняка знаем вот уже какие-то такие наши островки, куда нужно направлять наших детей. Почему мы не заходим на эти каналы и не ставим вот эти вот пальцы вверх? Ведь это же поднимет их рейтинг. Нужно оставлять комментарии для того, чтобы они тоже выходили в лидеры просмотров. А то получается, что мы как бы знаем, что они существуют. Да, они молодцы, но у нас много других очень важных дел. И таким образом у нас до сих пор Ксения Собчака имеет 2 миллиона подписчиков. Ну что это такое? Ну давайте мы как-то будем уже осознанно подходить к этому и поддерживать друг друга, ссылаться друг на друга. Это и есть наша сегодняшняя работа, действия, защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, усиление контроля за соблюдением норм современного русского литературного языка, пресечение публичного исполнения, распространения через средства массовой информации продукции, в которой содержатся слова и выражения, не соответствующие указанным нормам, в том числе нецензурная лексика. То есть опять, если мы в соцсетях встречаем что-то, не молчать. Значит писать обращение к этим создателям, в YouTube, ВКонтакте и так далее. То есть не проходить мимо. Мы сегодня контролеры. И последите обязательно за собой. Ну сегодняшняя русская речь современная пестрит невероятно англицизмами. Это никуда не годится. В этом смысле я вот хотела вам привести пример, но сейчас уже не успею. Валентина Ивановна Матвиенко всем депутатам раздала такой словарик. То есть как на самом деле нужно сегодня общаться и давать интервью, и выступать в том числе в Думе. Ну допустим, это слово креативное нужно говорить, творческое и так далее. То есть там на несколько страниц перевод с английского на русский. Сегодня не модно употреблять слова иностранного происхождения. Сегодня нам нужно вернуться к нашему языку, самому богатому языку в мире. Защита российского общества от внешней идеи ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, недопущение распространения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой и религиозной нетерпимости, межнациональной розни, тоже сегодня зависит от того, какую поддержку мы этим инициативам новой стратегии сами будем оказывать. И, наконец, повышение роли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространстве. То, о чем говорит форум Левадия. Вот я в начале доклада рассказала про проект указа президента утверждения сохранения российских традиционных духовно-нравственных ценностей. И сказала о том, что Министерство культуры отказалось его обсуждать. Большинство руководителей московских театров подписали открытое письмо о том, что они не хотят это обсуждать. Им это чуждо, им это не близко. Они увидели в этом цензуру, которая якобы была в Советском Союзе, и вот сейчас они боятся, они подумают, что это про цензуру. И отказались даже обсуждать. Я, вы знаете, нахожу это неким таким положительным моментом, потому что как только проект указа вышел из поля влияния Министерства культуры, его, к счастью, подхватил Совбез. И совсем недавно Николай Платоныч Патрушев, секретарь Совета государственной безопасности, сказал о том, что да, мы работаем над проектом указа президента об утверждении традиционных духовно-нравственных ценностей. Почему? Потому что мы вышли из либерального проекта. Либерализм теперь не является нашей идеологией. Так какая же наша идеология? Мы, наследники Советского Союза, те люди, которые понимаем, мы прочувствовали сами на себе все ценности Советского Союза, социализма, но сегодня мы также понимаем, прошло 30 лет, мы очень сильно изменились, сегодня возврат к социализму скорее всего невозможен. А тогда какая же наша идеология должна быть? Когда я вам зачитывала характеристики консерватизма, они были ведь нам очень близки, правда? Только ли консерватизм нам нужно создавать, то есть в этой парадигме двигаться? Скорее всего, вот как вариант, опять-таки, на обсуждение обществу. Наверное, сегодня нам стоит обсуждать вот такую сложносочинённую идеологию, которая могла бы называться социальным консерватизмом или консервативным социализмом, то есть это некий синтез, потому что мы живём с вами в многонациональной, многоконфессиональной стране, и мы много чего испытали. Поэтому сегодня взять какую-то чистую идеологию базовую уже не представляется возможным. Сегодня мы должны синтезировать то самое новое будущее, но в основе этого будущего должны лежать наши традиционные ценности и заветы наших предков, потому что лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных. не нужно для того, чтобы понять, полезно ли марихуана её курить. Давайте мы посмотрим и сделаем по-другому. Две минуты. На самом деле я уже закончила, Андрей Аркадьевич. Я подвела собственно к чему мы идём. Это не только моё предложение. И думаю, что в этом направлении, в обсуждении этого пути нам нужно всем сегодня двигаться и таким образом простраивать свою общественную деятельность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok